Здравствуйте! Киров против Таллина. На площадке учебно-спортивного комплекса Вятского гуманитарного госуниверситета в рамках 1-4 финала чемпионата международной студенческой баскетбольной лиги сыграли команды из нашего города и столицы Эстонии. В этой игре бросалось в глаза, что соперники из Эстонии, они в бордовой форме, превосходят кировчан в ростовом показателе. Да и опыта таллиннским игрокам не занимать. Они участвуют во внутреннем чемпионате своей страны, где играют 9 команд, включая профессионалов. Но хозяева не дрогнули. В основном игра проходила на равных. Тренирует таллинцев Хейнелиль. В советском прошлом сам был баскетболистом. Тогда их команду называли академиками баскетбола за очень рациональные тактические действия. Сейчас из-за того, что студенты в сборной Таллинского технического университета меняются почти каждый год, баскетбол стал другим. Тактику очень сложно поставить. Как вы сейчас видите, все идет на действие 2-2-2. Так играет всю Европу уже. Потому что нет времени друг друга понять. Это, конечно, педа. Что не помешало эстонцам дойти до четвертьфинала международного чемпионата студенческой баскетбольной лиги и в упорной борьбе обыграть кировчан с результатом 68 на 61. Но это еще не все. Будет ответный матч в Таллине. Будем играть в более открытый баскетбол. То есть теперь мы немножко понимаем наши сильные стороны. Мы их можем обыграть с периметра. Можем пройти. Если будем более уверены в себе, я думаю, что можем побороться и там. Ответная игра в Таллине пройдет 21 апреля. Именно тогда и определится, какая команда выйдет в следующую стадию соревнований. Традиционный матч будущих чемпионов прошел на льду спорткомплекса «Союз». Уже второй год руководители команды «Вятка» и хоккейной школы «Рогина» устраивают для своих юных воспитанников товарищескую встречу. Для всех этих спортсменов сезон соревнований сложился удачно. Воспитанники «Рогины» стали победителями зимней спартакиады учащихся России по хоккею с мячом. Команда «Вятка» заняла второе место в регионе Поволжье первенство страны. Товарищескую встречу между ними устроили, чтобы дать ребятам эмоциональную разрядку. Мы что-то берем из хоккея шайбы, что-то шайберы берут, что-то у нас. Это взаимное обогащение, я так думаю. Какие-то элементы, например, игра в корпус, техника, контроль мяча. Первые 30 минут играли по правилам ринг-бенди, то есть в мини-хоккей с мячом. Здесь на коне юные родинцы. К перерыву они уже вели за счетом 9-2. Ситуация полностью поменялась во второй половине матча, когда надо было играть в хоккей с шайбой. Тут уже вятка нахлынула на соперника в череду атак и сократила разницу до минимума 8-9. Игра и закончилась с таким счетом. До удовлетворения мы играли на публику, для себя не было никаких задач и целей. Своей единственной, что попытались сыграть в ничью, чтобы одинаковый позитив был. Но ничего страшного, я говорю, мы в прошлом сезоне выиграли, а нынче они. То есть все нормально. Кстати, для вятки сезон еще не закончен. С 8 по 12 мая в городе Купмар, республики Татарстан, пройдет Кубок Содружества. Кроме кировчан, в этом турнире примут участие команды «Нефтехимик», «Челны», «Ишсталь» и «Акбуре». На сегодня у меня все. Всего вам доброго.